В первой трети XIII века над Руси нависла грозная опасность Запада со стороны католических духовно-рыцарских орденов. После основания в устье Двины крепости Рига в 1198 году начались частые столкновения между немцами с одной стороны, псковичами и новгородцами с другой. В 1237 году рыцари-монахи двух орденов, Тевтонского и Меченосцев, создали единый Ливонский орден и начали осуществлять широкую насильственную колонизацию и христианизацию прибалтийских племен. Русские помогали прибалтам-язычникам, которые были данниками Великого Новгорода и не желали принимать крещение от немцев-католиков. После ряда мелких стычек дело дошло до войны. Папа Григорий 9-й благословил в 1237 году немецких рыцарей на завоевание коренных русских земель. Никто не знает, кто такие русские. Тебя с пилой закрою, если ты не рад или друг. Русские с дубой! Ледовое побоище на Чудском озере произошло 5 апреля 1242 года. Оно стало известно, как одна из важнейших в истории страны побед. Дата этой битвы поставила точку в притязаниях Ливонского ордена на русские земли. Но, как часто бывает, многие факты, связанные с событием, произошедшим в далеком прошлом, являются для современных ученых спорными. Да и достоверность большинства источников может быть поставлена под сомнение. В результате современным историкам неизвестно точное число войск, участвовавших в сражении. Этой информации нет ни в житии Александра Невского, ни в летописях. Предположительно, количество русских воинов, принявших участие в сражении, равно 15 тысячам. Ливонские рыцари привели с собой около 12 тысяч воинов, большей частью ополченцев. Выбор в качестве места для битвы Александром льда Чудского озера, недалеко от Вороньего камня, имел важное значение. Прежде всего, позиция, занятая воинами молодого князя, позволяла перекрыть подступы к Новгороду. И наверняка Александр Невский помнил и о том, что тяжелые рыцари более уязвимы в зимних условиях. Ливонские рыцари выстроились в хорошо известный боевой клин. Тяжелые рыцари разместились на флангах, а воины с легким вооружением внутри этого клина. Русские летописи называют такое построение великой свиньей. Но о том, какое построение избрал Александр Невский, современным историкам ничего не известно. Это вполне мог быть полчный ряд, традиционный для русских дружин. Рыцари решились на наступление по открытому льду, даже не имея точных данных ни о количестве, ни о расположении войск противника. Схема ледового побоища отсутствует в дошедших до нас летописных источниках, но ее вполне можно реконструировать. Рыцарский клин атаковал сторожевой полк и двинулся дальше, довольно легко прорвав его сопротивление. Однако наступавшие встретили на дальнейшем пути немало неожиданных препятствий. Вполне можно предположить, что этот успех рыцарей был заранее подготовлен Александром Невским. Выставив длинные копья, немцы атаковали центр боевого порядка русских. Было слышно, как звенят мечи, и было видно, как рубились шлемы, с обеих сторон падали мертвые. Немцы, наткнувшись на обрывистый берег озера, малоподвижные закованные в латы не могли развить свой успех. Наоборот, рыцарская конница скучилась, так как задние шеренги рыцарей подталкивали передний, которым негде было развернуться для боя. Фланги русского боевого порядка не позволили немцам развить успех операции. Немецкий клин оказался зажатым в клеще. В это время дружина Александра нанесла удар с тыла и завершила окружение противника. Воины, которые имели специальные копья с крючками, стаскивали рыцарей с коней. Воины, вооруженные ножами за сапожниками, выводили из строя лошадей, после чего рыцари становились легкой добычей. Лед под тяжестью сбитых кучу тяжеловесных рыцарей стал трещать. Некоторым из них удалось прорвать кольцо окружения, и они попытались спастись бегством, но многие из них просто утонули. Те, кто смог спастись после битвы, новгородцы преследовали по сообщениям летописей до Соколиного берега. Александр победил в ледовом побоище, чем принудил Ливонский орден к заключению мира и отказу всех территориальных притязаний. Воины, плененные в бою обеими сторонами, были возвращены. Битва на Чудском озере является по-своему уникальной. Впервые в истории пешее войско смогло одержать победу над тяжеловооруженной конницей. Безусловно, важную роль сыграли погодные условия, рельеф местности и внезапность. Благодаря победе Александра Невского была устранена угроза захвата северо-западных русских территорий орденом. Также это позволило новгородцам сохранить торговые связи с Европой. Русские в бою!